МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Береги смолоду!" Защитой от вибраций и боковой поддержкой, с пневморегуляторами настройки. Каких только детских кресел сегодня нет. Переплачивать за модный дизайн не обязательно. Но главное, спасёт ли оно ребёнка? При аварии. КОЛЕСО КАМАЗа находилось вот здесь, вот прямо над креслом. Четырёхмесячный Артём оказался зажат в салоне легковушки, когда в неё со встречной вылетел грузовик. Если бы я его не посадила в кресло, я бы держала его на руках. Ты не можешь удержать даже собственное тело. Естественно, ты не можешь удержать ничего, что у тебя на руках. Невероятное везение! Именно в тот день родители впервые посадили Артёма в своё кресло. Ну и что ты ещё помнишь? Что ты обернулась назад, а у тебя были сзади, ну там, осколки. Не-не, эй, да я это помню. Маленькая Вика помнит только то, что испугалась. В машину на светопоре влетел кружённый КАМАЗ. Ребёнка спасло кресло. Он не улетел никуда. 20 метров мы летели, то есть у меня сзади не было машины. Вот эта восстановлена машина. Но большинство родителей не желают слушать тех, кто выжил в страшных авариях. Детское кресло по-прежнему лишняя в машине вещь. Попросила сестра завести детей. Он неудобный у него очень, потому что зимой они очень узкие. Не вмещаются туда уже. Чаще всего они начинают просто отстегиваться. Хотя это... какой-то бред придумали. Авария на трассе под Нижним Новгородом. Девочка выпала из машины под колёса встречной фуры. Родители везли дочь на задней полке багажника. В Челябинске погибла трёхлетняя девочка. Она ехала на заднем сиденье легковушки, которую протаранил джип. В 70% случаев дорожных происшествий, где пострадали дети, они перевозились в салонах автомобилей без специальных удерживающих устройств. Штраф за беспечность, как и цена недорогого устройства, 3000 рублей. Дешевле один раз купить кресло. Они уже есть даже в такси. Перевозим. В действительности у нас лежит кресло. Сажали, заранее говорят, что мы кресло берём, пристёкиваем. Современные кресла крутятся и наклоняются. Они со столиками и креплениями планшета. Удобные и безопасные. Кроме самых дешёвых. Дорогой пластик, он будет крошиться и не будет оставлять острых углов. Дешёвый пластик, ну, таких можно отключить, он достаточно блестящий, его видно, достаточно хорошо видно, можно определить. Он даёт острые сковы. Посмотрите на материал под кладку. Лучше всего плотный пенопласт. А вот наклейки и сертификаты бесполезны. Сейчас, к сожалению, сертификаты уже не дают никакой гарантии. Сертификаты подделывают или подменяют. А российский ГОСТ, аналог евростандарта ЕЦ-44, даже не предполагает проверку на боковой удар. Модели, успешно прошедшие тесты, можно найти в интернете. А потом выбрать из них в магазине то кресло, что понравится малышу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова